Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат, с вами на сегодняшний мастер Фид и Максим Амариев И сегодня мы начинаем обзор долгожданного чемпионата мира по Рапиду и Блицу 2022 года Приехали практически все сильнейшие игросмейстеры мира И Магнус Карлсон, и Хикаро Накамура, Фабиано Каруано, Ян Непомнящий, Максим Вашилограф, Александр Грещук, Даниил Дубов, Надербек Абду Саторов Разве что нету Альдереза Ферруджи, не знаю по какой причине он не приехал И претендента на основании чемпиона мира Дин Лежения Но помимо этих ребят состав поистине впечатляющий И уже в первый день чемпионата мира по Рапиду Магнус Карлсон всех удивил выбором исключительно хулиганских дебютов Давайте посмотрим Чемпионат мира по Рапиду и Блицу проходит в Алмате, бывшей столице Казахстана Меня поправили в предыдущем видео Помимо мужского чемпионата, был также женский чемпионат И давайте начнем с него, с самых интересных событий Александра Горячкина пришла в новом пиджаке Ну а теперь переходим к мужским новостям К мужскому турниру Здесь события были более красочные Первый тур Первый тур, играет с контролем 15 минут плюс 10 секунд добавления за ход Магнус Карлсон сражался против Тер Саакяна Гроссмейстера из Армении Е4 последовало, на что чемпион мира сыграл Е6 Французская защита Не очень частый выбор от чемпиона мира Видно, что он хочет просто поиграть в шахматы Чтобы не сталкиваться с подготовкой соперника Хочет импровизировать Здесь играет С5 Ну и честно Эта импровизация Приводила не всегда к хорошим последствиям В частности здесь После слона Д2 Магнус играет А6 Ход несколько странный Здесь чаще играют либо Ферзи А4 Нападая на пешку Либо даже А5 Нападая на Ферзя, чтобы не допустить А5 Магнус играет А6 Так, аккуратненько Но позволяет А4 задвинуть, чтобы теперь Ферзя сюда не пустить После С4 Тут у белых отличная вариация французской защиты Пешка на А6 слабенькая После Ферзя в 4 Еще нельзя рокировку делать Приходится играть Ладья А7 Вот так неказисто стоять Конь переходит на Ж4 Теперь пешка на А6 висит Но на самом деле не висит еще Потому что там все-таки Ферзь пробивает И на С3 будет зависать Имею ввиду, что белые без Ферзя останутся Пока брать нельзя Слон Е2 Ферзь Д8 Заранее извиняюсь за мой голос С эффектом Джигурдинки небольшой Но все-таки Гриб гуляет по стране Или ковид О котором все забыли Так что придется вам привыкать Надеюсь недолго Ферзь G3 Играет Терсаокян Боится То, что врарская ладья Здесь посматривал на Ферзя ЕF5 Магнус не хочет стать в пассиве ЕF Конь F6 Взяли пешку Магнус пешку пожертвовал Но идет контрнаступление И вот здесь Ключевой момент партии Конь на Е4 стоит неприятно Отнимает поле G5 у слона А очень заманчиво отступить именно сюда Чтобы еще и пешку защитить По этой причине Белые играют слон F3 В попытке Коня согнать Но стоило предпочесть Более надежный путь Сыграть F3 пешкой Напасть на коня После этого У белых был небольшой перевес Если играть Е5 По аналогии с партией То ФЕ Просто забрали чистого коня А на конь G3 Сначала нападаем на ферзя Затем убираем ладью Да здесь Отыгрывают пешку черная Но король идет на F2 Затем сдвоем ладью по вертикали H У белых комфортная игра Видно что их фигуры более активные Структура получше За исключением пешки на А4 Вместо этого слон F3 играют белые И следует Е5 Магнус жестко взрывает центр Нападая на коня После ДЕ ФЕ5 играет Не самое точное решение Но мы не будем детально все рассматривать Слон F5 2-0 Кроль Б8 Тут у белых позиция хуже Потому что Черные ладьи Посматривают на белого короля И вот они Уже грозят поставить мат в один ход Приходится играть G3 Ладья G4 играет Магнус Можно было ладья H5 сыграть Поточнее Не меняться сразу на F3 На ферзь F4 Например здесь поменяться уже На слон G4 Даем такие шахи Забираем ладью На ферзь G4 Конь Е5 неприятно Ну в общем Так было посильнее Вместо этого Ладья G4 Сразу играет Магнус Жертвует качество Слон Е4 Висит мат Дает шах С вилкой На ладью Тут висит мат С поля H1 Еще шах дает Забрал пешку Конь идет на D4 Материальное равенство Но король белых Расположен похуже На самом деле Здесь белые уже практически уравняли Под D6 еще неплохой ход Нельзя брать слона Из-за ладья F8 мат После король C8 Белые не нашли спасения Надо было играть ладья F4 Намереваясь Отведать эту пешку Ну или создавая банальную угрозу Слон бьет B7 Например на C3 Можем сыграть слон бьет B7 шах Съесть коня И пешку успеваем остановить Хотя здесь я что-то погорячился Тут же ладья C8 есть ход Надо сначала Дать шах с поля B4 А уже затем Ладья C4 сыграть Вот так точнее Вместо этого слон D5 Играют белые И после C3 Следует ладья F7 Но пешку уже не остановить Ладья E2 Король H3 C2 Шах Король отошел на D8 Нет защиты от банального ладья E1 С дальнейшим продвижением пешки в ферзи По этой причине Белые сдались Просто теряется ладья Даже слона за пешку уже не отдать Потому что нету поля B3 Или поля E4 Черные фигуры эти поля отнимают Небольшая реклама от Спонсора турнира После которой мы продолжим обзор Жизнь полна ярких событий Но больше всего мы запоминаем Наши первые впечатления Твой первый диплом Первая работа в крупной компании Незабываемые эмоции от первого свидания Твои первые дорогие покупки И твои первые инвестиции с Freedom Broker Freedom Broker Взгляните на любимые бренды по-новому Тематика первого тура Это в основном партии Магнуса Он у нас как шампур Но на него мы также будем нанизывать кусочки Остальных гроссмейстеров Небольшие В частности сейчас посмотрим Как Хикару Накамура Чуть было не проиграл в первом же туре Здесь он играет черными Против Таба Табая И играет с луней 6 Надо было с пешкой расстаться Сыграть Д4 На слону Б1 с луней 4 Даже сразу не расстаемся Но надо было в общем чуть-чуть обострить ситуацию Чтобы пешка здесь была предметом для обсуждения Белые думали нападать на нее или нет Вместо этого Последовал слон Е6 Слон Б1 G6 И слон Б6 Такой жесткий удар Проблема в том Что белые грозились ферзь Д3 сыграть С торжением на поле H7 И это была бы Матильда Матовая атака Например на ладе Е8 Играем ферзь С2 Либо ферзь Д3 Не так важно Слон G5 Комбит Д5 Можем съесть И нельзя забирать Потому что здесь Поле Е7 контролирует белая ладья И мы можем объявить мат А раз брать нельзя То что делать Играть G6 например Тогда конем в 6 шах И затем забираем вражеского ферзя Поэтому G6 играет Хикару То ли зевает То ли нет Слон Б1 Слон Б1 Позиция уже тяжелая Аж 4 последовало Ферзь Е3 На 6 висит Вот белые уже выиграли пешку И здесь надо было сыграть ладья Б3 Намного точнее Нападая на слона И подключая вторую ладью По седьмой горизонтали Ну честно говоря Здесь уже спасения я думаю нет Так вторую ладью тоже зарядили Например сюда Ну выглядит достаточно грозно Согласитесь Обе ладьи Слон здесь Ну или даже так можно сказать Слон H7 Здесь пешку Слон G7 Ладья G6 Выглядит неприятно Вместо этого Ладья D7 сыграл Добатабай Поменяли ладьи Сел на B7 Ну в итоге Хикару Чудом соскочил Чуть позицию спасал Но Заранее вам проспойлерю Ничего он все таки Сделать смог А если вы хотите с кайфом Начать 2023 год Приглашаю вас На новогоднюю распродажу От Chess Master Наши лучшие обучающие продукты С максимальной скидкой Школа победителей Курс до первого разряда 30 тактических приемов Курс от Алексея Гаганова Е4 Как поставить дебют От Максима Чигаева А также доступ Наш закрытый клуб И многое другое По ссылочке в описании Самыми лучшими ценами в году Жду вас Ну и из небольших курьезов Первого тура Кроссмейстер Петросян Мучил Мастера Фиде Из Узбекистана Абдил Хаира Здесь после ладежи 5 Вступила в действие Правила 50 ходов Если в течение 50 ходов Не будет поставлен мат То будет провозглашена ничья Что вы думаете Они вот так играли Играли Маневрировали Объективно позиция ничейная Но Часто здесь белые выигрывают Потому что Оттесняют короля И там уже создают угрозы Здесь поначалу ничего не получалось У белых Ну вот постепенно Оттеснили на край доски И вот здесь После ладья А4 Надо было позвать судью И сказать Ну все уже Хорош 50 ходов Вместо этого Ладья Жа 1 играет Абдихаир И после слон С7 Сразу сдался Это если бы он позвал судью Это был ровно 51 ход Был ровно 51 ход Король А6 Он мог позвать судью И все Засчитали бы ничью Но он даже не посчитал Нужным Отвлекать судью Не попытался А так бы мог завершить партию Не проигрывая Поэтому дорогие друзья Всегда отстаивайте свои интересы Не бойтесь позвать судью Пока не перешли к следующей партии Рекомендую вам подписаться На наш телеграм канал По ссылочке в описании Там выходят все оперативные новости С этого турнира Во втором туре Магнус играл против Известного стримера Эрика Хансена Канал Чесбра И Б3 Уже согласитесь Пикантное начало достаточно Д5 Слон Б2 И слон Ж4 Часто так в Блиц играют Смысл хода в том Чтобы на прямуве Белые сыграли Е3 И они остались без ферзя Ну это один из смыслов Я думаю что здесь вряд ли Эрик рассчитывал на прямув От Магнуса такой Магнус играет Ф3 Магнус играет Ф3 Это стандартная реакция На слон Х5 Конь Х3 И конь Ф4 Мы здесь вымениваем Этого слона Поэтому Эрик играет слон Ф5 И здесь как правило Следовал неожиданный гамбит Е4 Магнус жертвует пешку А Эрик не стал жертву принимать Хотя в целом можно было взять Даже так дважды Можно и конь Ф6 сыграть Но если дважды забирать То тут как-то Замысел оправдывается Ферзь Ф3 Висит Слон Висит пешка Конь Е2 Можно сыграть 3-0 Кстати нельзя И за слон Ж4 И теряется качество Конь Е2 Сначала потом 3-0 У белых поприятнее Поэтому не стал пешку забирать Слон G6 И H4 Так азартно играет Магнус Хочешь слона поймать H5 Взяли на Д5 Конь Ц3 Ферзь Е2 Готовится 3-0 Пешку брать плохо Из-за Д3 Слон попался Поэтому Конь Ц6 3-0 Конь Д4 Ферзь Ц4 Разменивается Этот конь У Магнуса Неплохая позиция Ну и у черных Все довольно-таки Грамотно расположено Видно было Что Эрик Решил играть Исключительно Надежно Крепко Солидно Чтобы не подкопаться Было Ладья Д7 Сдвоился Подумал Что с таким конем Без отсутствия Слабостей Он легко Сделать ничью Действительно Позиция равная Но Магнус Начинает создавать Слабости Король Б2 И вот оно Наступление Пошли вперед Б4 Ладья А1 Д3 Пока что укрепился Здесь Чтобы не было сюрпризов Ф6 Черные поставили Вот такой волнорез Укрепили своего коня Ну и где-то Готовят дорогу Для слона В целом это неплохо Вот после Б5 Здесь уже следовало Предпринять Профилактические меры Сыграть Ладья А8 И на А5 Ладья Д8 Чтобы защитить ладью Теперь после АБ Король Б6 Ладья защищена А также нету хода Слон А5 Шах Потому что Ладья это поле контролирует А эти угрозы Очень скоро Воплотились в жизнь После слона Ф8 Ладья Ф1 Несколько Пустой ход Коня Ф5 Здесь опять же Можно было сыграть Ладья А8 Но Эрик И король И король матовой сети Поэтому после А5 Приходится играть ЦБ Слон Б5 Ладья И очень скоро Сопернику пришлось сдаться Грозит ладья Б6 Ну и здесь уже Все теряется У черных Пешка на Б7 летит Потом конь потеряется Это конец Вот так Казалось бы Ничего не предвещало беды И в несколько ходов Соперник Магнуса рассыпался Антигероем второго тура Стал Ян Непомнящий Который также Один из фаворитов турнира И он сказал в интервью Что хочет Наконец-то получить Золото чемпионата мира Но во втором туре Что-то пошло не так После Слон-Г5 Видно, что белые Намереваются испортить структуру Разменяв своего слона на коня Надо было сыграть Конь Н5 Перевести коня на Ф4 Может быть потом на Ж6 У черных нормальная позиция Но у белых поприятнее Надо признать Все-таки два слона Последовая слона на Ф4 Размен Конь Н4 И белый начинает атаку Терзь выходит на Н5 Потом ладьи готовы Ринуться в бой Срочная переброска сил в оборону Конь Е7 Ж3 И вот здесь начинаются проблемы со слоном Не туда его убирать Я не помнящий Лучше было сыграть слон Д6 Он недооценил Что на поле Ж5 Слон будет в опасности Ферзь Х5 Нападаем на мат Конь Ж6 поэтому И конь Ф3 Не успел он разменяться на коня Теперь с этим слоном Начинаются проблемы Посильнее было сыграть конь Ж2 На самом-то деле Чтобы пешки Ф Не загораживать дорогу Конь Ф3 Король Ж7 Конь Х2 Конь идет на Ж4 Чтобы на поле Х6 Либо на Ф6 Организовать вторжение Держи 8 Король Х1 Слон Х6 Конь Ж4 Видно что со слоном проблемы Причем серьезные Слон Д2 Отступает сюда Я не помнящий Но белые даже не обращают внимания на угрозы А играют Ф4 Выясняется что плохо забирать ладью Из-за ферзя 6 Конь Ф6 Висит мат Ну а здесь забираем ладью С вилкой На ферзя и в другую ладью В общем это разгром Ферзя приходится отдавать Потому что на Ж7 Висит с матом Поэтому после Ф4 Ферзь Д8 играет я не помнящий И его слон оказывается в капкане И в 5 коня убрали Ну и здесь хотя бы за пешку Он решает слона отдать Остались белые чисто С лишней фигурой Ладья Ж2 следует Ферзь Ф6 Ладья Ж1 Ладья Ж5 Довольно грамотно играл Аравинг Аравинг Прямо Из игры какой-то Как будто никнейм Довольно грамотно играл Но все-таки В какой-то момент Потерял нить игры И позволил допустить контр-игру Ну вот здесь Видно что черные Какие-то шансы начали получать Надо было сыграть ладья С1 Надежно защитить пешку Лишняя фигура остается Но я думаю что Шансов особо нет После ладья С5 Пешки становятся слабыми Тут уже вторую съел Ну вот Здесь выигрывал ход Конь Е2 Это такой Простой способ Отсечь ладью Сейчас Конь Е2 Если играть король Е7 То Конь Е4 Включаем коня На король Д6 Ладья С1 На король С7 Конь Е5 Шаг Ну в общем пешка проходит Как вы видите Прорывается Следующий ход Конь Б6 Либо Конь Е7 Пешка прошла Также мы Поле С3 Отнимаем у ладьи Это важно Поэтому С7 грозит Если кратить ладья А4 К примеру С7 На ладья С4 Ладья С1 Конь также По лице С1 Стал под контроль В общем Конь Е2 Побеждала Вместо этого Король G2 Играют белые Ладья Яна Стала сзади Началась контр-игра И в итоге Он партию спас В итоге Партию удалось Яну спасти Он молодец Боролся до конца Ну и здесь уже Понятное дело Соперники Доигрывали партию Хотя Белые конечно По инерции Еще пытались победить Но здесь уже поняли И на того напали Янни Помнящий Не собирается отступать Таким образом Он потерял всего лишь Полочка И Корону Камура Чуть было не проиграл Вторую партию Здесь Он играл белыми Против Владислава Ковалева Шахматиста из Белоруссии Который приехал В Россию Здесь Ферзь С8 Было сыграно После Ферзь Д2 Ферзь Б7 И согласились на ничью Но на самом деле Серьезные проблемы Ставила Перед белыми Ферзь Е6 Пешка сильная И мы хотим Ферзя Метнуть на поле А2 Что делать Если забирать Пешку на Б2 То вот здесь Небольшая задача Для вас Можете сходу Ее решить Ферзь А2 Красивая тактика Нельзя забирать Ферзя Из золотя Б1 И белые получают мат Поэтому После Ферзи Е6 Тяжелая позиция Была Ихикару Накамуры Но Ему повезло Соперник здесь Решил согласиться на ничью В третьем туре Соперником Магнуса Был российский Гроссмейстер Евгений Томашевский Последовал Д4 И здесь Чемпион мира Играет Ж6 Такой тоже Не самый Первостепенный Ход Затем Д6 И выставил Просто Гиппопотама Систему Уителки Еще так называемую Выставляет пешки Вот по этим полям А6 Б6 Д6 Е6 Ж6 А6 Коней На Д7 Е7 И фианкетирует Слонов Вот она Эта расстановочка Да Выглядит так Довольно таки Забавно Как издевательский Но на самом деле Для Блица Неплохой вариант Напоминаю Что это Чемпион мира По быстрым шахматам И здесь Конечно Уже возникают вопросы Белые захватили Центр У них явное преимущество Перс Д2 А6 Вот она Идеальная Позиция Уителки Гиппопотама Не знаю Почему Гиппопотам В общем Кому-то пришла в голову Именно такая картина Владя Д1 Белые так же Картинно По центру Расставляются Красиво И Ж5 Начинается Наступление Конь Ж3 Конь Ж6 Пружина разжимается H3 Профилактика 2-0 Готовится при случае F5 F4 Пока пешка на Е6 Висит Конь H2 Король H7 Чтобы здесь По крайней мере С шахом не висело Конь F1 Конь F6 Конь идет на H5 Ферзь Д7 Е5 Ферзь C6 Такое спасение Потому что висит И ферзь И конь Но ферзь C6 Ход спасает Потому что Зависает мат на поле Ж2 Конь Е3 Белые так элегантно Защищают эту пешку И конь Д7 Здесь Начинаются сюрпризы Сломбе 5 Перегрузки у ферзя Он не может защищать Этого коня После АБ АБ Должен отойти В итоге Белые выиграли пешку Но Черные тут же ее отыгрывают Играют сломбе Играют е5 Забирают центральную После ферзи 4 Слон c8 Играет чемпион мира Пытаясь Выжать ладью С поля Д7 Она здесь Слишком активная Меняются ферзи И жертвует качество Евгений Томашевский Отличная жертва Но Дальнейшая реализация Была Несколько неточная Здесь надо было Сыграть ладья Д1 Используя преимущество Пешки на б5 Которая Вырубает Этого слона Также Преимущество слона На c7 Который Не дает сыграть Ладья d8 Пришлось бы играть Как-то типа слон c8 Затем b6 Можно сыграть b3 Ну и постепенно Усиливать позицию Конь может пойти на a4 Нападая на пешку Затем на c5 Видно что у белых Большой перевес Черные ладья Абсолютно пассивные У них нету Полей для вторжения Вместо этого Конь c4 Играет Евгений Поменялся Конь b6 Да выглядит симпатично Тут висит Тут висит Но вот Ладья d8 Находится спасение Нападаем в ответ На белую ладью Поменялись Слон отошел Слон d6 Также замачиваю Уничтожаются все пешки Ферзевого фланга У белых здесь Две связанные Но если Трезвое взглянуть На позицию То выясняется Что только черные Могут играть на победу Потому что белые пешки Никуда не могут пойти Ну вот они так расставились А дальше Тяжело им двигаться Потому что их просто съедят И здесь начинается игра На ничью Белые поставили Вот такой блок Для вражеского короля Чтобы он сюда Как-то не мог прорваться Все поля здесь Заблокированы Ну черных план простой Это надвигать пешки Надвигать пешки Здесь Магнус Карлсон Владея е2 Слон d4 И g4 следует Видно что Большие проблемы На самом деле Здесь надо было играть В этот момент Точнее всего G3 Вместо слона d4 G3 Менять пешку Если f3 То g4 Затем король Может на g3 выйти Пешка под бой А если меняться То Ну здесь все в порядке У белых Тут уже недостаточно ресурсов Для игры на победу Ну а в партии же Удалось провести G4 Здесь причем вынудили Этого слона отойти Чтоб пешка не висела G4 А g Король h2 Надежнее на то Что это блокирует Ход g3 Но все зевает Евгений Ведь Магнус играет Именно так G3 шах И он зенул Что после fg Черные не обязаны Забирать на g3 Они играют f3 И пешка на g2 Зависает Здесь выясняется Что Конец близок Владебит g2 шах f2 И нет защиты От f1 Ферз Поэтому Белые сдались А мы always смотрим Ну а Hikaru Nakamura Накамура Наконец-то выиграл Свою первую партию В третьем туре У российского Гроссмейстера Никиты Петрова Здесь как мы видим Большой перевес У Hikaru Торгся на вторую Горизонталь Ну и в целом В этой партии Он был молодцом Пешки пошли И их уже не остановить Слишком далеко не зашли Владя b5 Слона пытаемся выбить Который пешку контролирует Шах Ну и здесь все Конец Потому что на слон g1 Владя g1 Владя c6 Владя теряется После Владя c1 шах Поэтому белые сдались В четвертом туре Магнус Карлсон Играл против Очень мощного И принципиального соперника Чемпиона мира 2021 года По рапиду Надербека Абдусаторова И даже с таким Уже именитым соперником Магнус играет b3 Слон b2 e3 Кон f3 Хулиганский настроен Хулиганский Играет такие Нестандартные начала Полубоковые Не удивлюсь Если дебют гроба Также исполнит Чемпион мира 2 0 d3 Владя e8 a3 Опять слон e2 Слон f8 Брокировочка d5 Взяли Конь d2 Получился у нас Ёжик Швенинген С переметой цвета Нормальный дебют За белых в целом И за черных Тоже неплохой Но вот здесь После Владя e1 На слон g6 Магнус конечно Всех изрядно удивил Обычно играет Владя c1 Потом Ферзь b1 Слона переводит На c2 Ну вот такие планы Коня можно на c4 Поставить Либо на e4 Он же играет g4 Предвестник гроба Я думаю что Магнус сыграет Все таки его На этом турнире Потому что Но если в этой позиции Играет g4 Конечно смысл ухода есть Но обычно играют Король h1 Сначала Владя g1 Готовят А уже затем Играют g4 И я не совсем понимаю Зачем он тогда Сыграл Владя e1 Вот здесь он так сыграл Ход конечно Осудит любой тренер Выглядит абсолютно Антипозиционно Вот с ферзь d7 Пешка висит И здесь король h1 Плохо брать Из-за комбии e5 Там ферзь подвисает Поэтому Владя d8 Образцово Показательно Играет на дербек Мы можем обратить внимание Соперники Магнуса Играют Исключительно Солидно По центру Красиво Расставляют фигуры А Магнус Как-то так Виртуозничает Дреблингует Конь e4 Играет Пешка по прежнему Под боем Король h8 Тут на самом деле У черных Тоже есть свои угрозы Например Если белый Сыграет Владя g1 То неприятно Конь b4 Надо считаться С этим А b Ой Конь бит b4 Ферзь допустим Отошел на d1 Или на b1 Забираем на d3 Слон d3 Поменялись Висит конь Коня надо куда-то убирать Если конь g3 То просто на b3 Забираем Тут уже 3 связанные пешки Если конь c3 Слон b4 Ну в общем Какие-то здесь были Неприятные варианты Контр игра Поэтому Магнус На всякий случай Играет Владя d1 Чтобы ничего Этого не считать Слон f7 Дребек Прицеливается к пешке b3 Им надо какую-то Свою игру создавать Он уже все Картины идеально расставил Нужен план Нужно создавать слабости Поэтому он играет Слон f7 Владя g1 Конь b6 Владя g3 Магнус Готовит наступление А4 Ба Конь a5 Грозит слон b3 А также ферзь нападает Удар на пешку А4 Владя g1 Владя уходит из-под связки Ну и плюс Добавляет Потенциал к атаке Слон d5 Вот этот ход Честно говоря Непонятный Надо было просто Собирать пешку на a4 С идеей разменять слона Который принимает Участие в атаке Да Кажется что он просто Упирается в пешку Но На текущий момент В скором времени Он бы о себе заявил Ну и кроме этого Мы съели пешку банально Это уже хорошо Вместо этого слон d5 И магнус играет g5 Возможно Именно с этим расчетом Было сыграно слон d5 Тут вроде как-то Конь подвязан После f5 Кажется это страшно Следует конь c3 Слон перешел на c6 Но е4 следует банальная Такую Перекрышечку Организовывает Чемпион мира Может быть не самое сильное Но Неплохое решение Конь a4 Поменялись Ферзь на c3 Выходит Вот уже на батарея Слабость на g7 Начинает прощупываться Плюс конь на a5 Висит Конь c6 И g6 Здесь начинаются красоты Конь выходит на d4 Черные хотят Разменять Побольше фигур Немножко погасить атаку Проблема в том Что на a6 Конь g5 Очень сильный ход Нас g Ладья h3 Шах Ладья g5 Ладья h5 Грозим поставить мат Здесь забираем d4 Садить слон c4 Шах Это разгром Это разгром был бы Поэтому конь d4 Висит слон Кажется что надо как-то реагировать И магнус реагирует Но по-своему Конь g5 Оставляет слона под боем И на конь e2 Здесь сильнее всего было сыграть Ферзь c4 Шах Оставляя угрозу Конь f7 в силе Но магнус сразу начинает С этого хода Что тоже неплохо Приходится брать Если играть король g8 То ферзь c4 Неприятно Грозит просто Спертый мат Конь h6 Ферзь g8 А если вот так играть То мат будет следующим Конь h6 Ферзь g8 И ферзь h8 Линейный мат Которого не было бы защиты Поэтому приходится Отдавать ферзя Ферзь f7 Конь c3 Fe Слон e8 Слон c3 В итоге белые остались Лишним качеством После всей этой комбинации Плюс у них сохраняется Атака И решающий ход В этой партии Ладья bg7 Красивый финальный удар Нельзя забирать Потому что Мы забираем с шахом Затем даем шах И забираем ладью А раз не нельзя забирать То остается Только сдаться Потому что грозит Владя j8 Вот такая блестящая победа Чемпиона мира В четвертом туре И он имеет 4 из 4 При этом играя Хулиганские дебюты А в пятом туре Магнус встретился С индийским Грассмейстером Эри Гасси Магнус играл черными Ну и так же Немножко Чудил в дебюте А6 И b5 Ну так не играют Надо фигуры развивать А6 Б5 Несколько странное решение Обычно так Можно сыграть Против c4 Направленного Но здесь c4 белые Играть не планировали Поэтому не совсем ясно Зачем он здесь сыграл Б5 А4 А5 Какая-то игра В шашки пошла Е6 Словом Б7 Но здесь черные Просто похуже Получили чуть-чуть Правда После c3 Конь d7 Тут можно было Сыграть c4 Попытаться как-то наступать Но в целом Магнуса почему-то Эта идея Не привлекала особо Вот здесь он в итоге К этому пришел c4 Слон c2 Слон d6 Можно было на а4 сесть Чтобы пешка на b2 Подвисала Но в итоге Судя по всему Магнус здесь был Настроен на ничью Он играет конь e4 Ход который упрощает позицию Разменивать несколько фигур Правда Пешка на e4 Становится слабой В итоге Магнус ее потерял Остался без спешки Получился вот такой разноцвет Но позиция у черных крепкая Потому что В разноцвете Большие ничейные тенденции И в дальнейшем Магнус без труда Эту ничью все-таки сделал Здесь соперники согласились В результате После 5 туров Мы имеем Следующую картину Первое место делят Магнус Карлсон Владимир Федосеев Джордан Лан Форест И Арджуна Регаси Далее Группе лидеров Наступают на пятки Они же гири Я не помню Шахриарма Медьяров И много других Сильных гроссмейстеров Поэтому Вся борьба Еще только в самом начале Чтобы не пропустить Развязки Дорогие друзья Подписывайтесь на канал Будем пристально следить За этим интереснейшим турниром А я вас благодарю за внимание Ставьте лайк Если вам понравилось это видео Подписывайтесь на канал И скачивайте книгу 21 критическая ошибка Новичка в шахматах Увидимся Уже В следующих обзорах